доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели остался последний рывок и мы уходим на выходные и собственно друзья на следующей неделе вас как и всегда жду с очень хорошим настроением потому что на следующей неделе нам также будет что обсуждать и на что обращать внимание потому что далее у нас а по хронологии событий заседания федрезерва также на следующей неделе у нас еще и заседание банка канады мы рассчитывали на то что канадец придет все-таки в движении раньше когда выйдут слабые данные по уроничным продажам это должно было повысить вероятность снижения процентной ставки но вот по прошествии недели скажем так канадец все-таки укрепляется может быть это частично связано с восстановительной динамикой нефти но решение по процентной ставки это априори очень важный инфоповод и я сегодня посмотрел как канадец реагировал на последнее решение и пересмотре процентной ставки обычно реакция предполагает в рамках одной торговой сессии там с небольшим скажем отложенным эффектом после оглашения решения до конца торговой сессии то есть можно рассчитывать на движение больше ста пунктов такой динамики по канадцу по паре доллар канадец мы не видели друзья очень очень давно я надеюсь то что в этот раз мы сможем прокатиться на этом решении по процентной ставки на риторики и намеках она возможное ее оснижение и основа обосноваться выше уровня 132 ну да ладно про канадца мы еще поговорим безусловно у нас есть более насущные темы то необходимо подвести итоги вчерашнего заседания европейского центрального банка еще раз прикинуть что у нас там относительно брекзита но сперва давайте поговорим про нефтянку на бренд 6105 бренд закрепился выше 60 долларов за баррель я бы опять же не стал транслировать дальше идею того что нас ожидает серьезный роста все-таки понимаю на рынке очень весомые аргументы для того чтобы поддержать продавцов особенно а в свете последних данных по активности производственного сектора ключевых регионов еврозоны и в целом всего валютного блока то есть слабая статистика стала еще одним доказательством того что и с сейчас очень сильно переживает не лучшие времена это даже мягко сказано стагнирует и драги вчера весьма однозначно дал понять что речь идет о самой настоящей рецессии в принципе плохие данные мы увидели и по штатам заказан товары длительного пользования спад впервые за последние три месяца соответственно еще один сигнал слабости американской экономики сделая вывод о состоянии еврозоны сша мы с вами возвращаемся к идее того что мировая экономика продолжает также демонстрировать спад долгосрочная безусловно это может привести к развитию нисходящей динамики по нефти если ситуация не выправиться но пока что друзья мы про эти риски знали и знаем но на них наверное уже сильно ранее прокатили сейчас котировки рада любому позитиву частности этот позитив в среду пришел от данных администрации аналитической информации когда впервые за шесть недель запасы наконец-таки снизились и в частности не только нефти но и дистиллятов и бензин это и привело к тому что инициатива перешла к покупателям пока что друзья я держу длинные позиции из них выходить не будут но если что-то изменится в плане новостного фона вы безусловно об этом узнаете первыми доллар иена 1864 американская валюта против иены решила видимо сохранить пока что статус кво до решения федеризировала процентной ставки на следующей неделе ну ждать осталось совсем чуть-чуть у нас к этому заседанию к итогам двухдневного заседания американского регулятора накоплено достаточно много слабых отчетов снова повторяюсь друзья то что заказом товара длительного пользования разочаровали минус 1 и 1 с целых трех десятых процента роста месяцем двумя месяцами ранее получается худший результат за последние полгода и в принципе самый значительный спад мне кажется за более длительную перспективу мы ждем решение непосредственно по снижению ставки я думаю что вероятность этого 100 процентов поэтому ориентируемся безусловно на отработку коротких позиций на то что доллар иена все-таки обосноваться ниже 108 доллар канадец уже в двух словах сказал друзья 13070 пока что особо пару скачать ничего не может канадец пользуется спросом но таким вяленьким принципе держится пока выше уровня 130 могу сделать вывод о том что нефтянка с одной стороны поддерживает канадца но с другой вот стороны особо мощной поддержки он не может получить рассчитываем на то что инициатива придет продавцам уже на следующей неделе когда мы должны друзья получить намек от банка канады что и он также задумывается возможности снижения процентной ставки австралийс против доллара 0 68 17 долгая не возвращался к этой валютной паре но это не значит то чтобы они что-то изменилось призываю вас друзья продавать и в частности очень много я видел в последнее время комментариев о том что безработица в перспективе ближайшего квартала в австралии может вырасти до 5 5 процентов очень сильно это резонирует со целью четыре с половиной процента и то что ставки то уже не особо помогают резервную банку австралии которая скорее всего задумается о запуске программы количественного смягчения снижение это единственное что можно сейчас обрисовать в плане его фундаментальных перспектив золото растет друзья как нам и нужно уже выше 1500 долларов за тройскую онсу ориентируемся на цели повыше евро против доллара 11 европейская валюта под давлением это и индексы слабой производственной активности я о них уже в двух столах сказал в начале брифинга ну и конечно же это заседание и cb его итоги ставки остались на прежнем уровне но в ходе своей пресс-конференции последней пресс-конференции в карьере драги на посту на президента европейского центрального банка драги признал что оставляет экономику в очень слабом состоянии и важно в конференции таких чиновников принципиальное значение имеет отслеживание тех формулировок которые не используют и в этот раз драги не стал говорить о замедлении он признал то что спад и рецессия вот то что характеризует экономику валютного блока но и разумеется это фактически сразу же закрыла вопрос о том необходимы и будут ли задействоваться дополнительные стимулы друзья будут но эти стимулы уже будет задействовать кристина лагард с которым мы познакомились уже в ноябре фунт против доллара 128 40 британская валюта развивает снижение сегодня мы ждем решение европейского союза относительно продления отсрочки брекзита ранее за этим к ес обратился джонсон при этом мы знаем что лично он против очередной отсрочки страны европейского союза принципе тоже сомневаются дональд туз который будет ответственным президент еврокомиссии за фактическое решение призвал своих коллег из ес пока что подумать миллион раз подумать прежде чем давать эту отсрочку очень сильно сомневается м 0 macron в частности джонсон даже использовал это рекомендовал ему случае положительного решения наложить вето на его потому что отсрочка ничего не даст если ее дадут если срок выхода будет принесена три месяца то есть фактически через три месяца страны стороны и англии и с вернуться в принципе к тому что складывается сейчас а также борис джонсон отметил что сразу же инициирует досрочные парламентские выборы которые могут состояться уже а в середине декабря подвешенность англии актуальна неопределенность актуальна риски того что есть могут и не предоставить отсрочку есть поэтому я держу друзья короткие позиции на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания